Начало улицы Горького. Здесь большая часть домов либо разрушена, либо только строится. Поэтому, наверное, здесь и паркуются редко. Однако в 8 утра на этой дороге нельзя было оставить свой автомобиль. Примерно полторы тысячи верующих собрались возле единственной в Вологде мечети. Вереница их автомобилей достигала пересечения с улицы Чернышевского. Этот понедельник в исламских календарях особая дата. Ураза Байрам или по-другому праздник разговения. В течение 30 дней истинно верующие мусульмане соблюдали очень строгий пост. Отказ от пищи и питья в дневное время, жесткий самоконтроль над поступками и помыслами. И вот сегодня, после священного месяца, день, когда можно поздравить друг друга с окончанием духовного испытания. Собрались вместе и праздновали этот праздник. И ходим друг в друга в гости, независимо от национальности. Он таджик, он узбек, киргиз. Для всех праздник одинаковый. Она нас объединяет. Традиционная ритуальная молитва утром и праздничный стол для всех. В этот день принято угощать друг друга и веселиться. По словам имама Вологодской мечети, официальных приглашений никуда не рассылают. Но любому человеку здесь рады и встретят как родного. В течение дня сюда приходили верующие, а также те, кто просто решил поздравить мусульман. Духовный наставник считает, что прихожан могло быть и больше, если бы религиозный праздник стал официальным выходным, как в некоторых республиках России. Для того, чтобы выполнить эту статью Конституции, должен быть закон издан. Для верующих мусульман в дни праздников великих, это праздник разговения и праздник жертвоприношения, должен быть объявлен выходными. Для Архана сегодняшний день праздник вдвойне. Вместе с товарищами он принимал участие в ремонте мечети. Работали молодые люди в пост и должны были успеть до его окончания. Работа заключается в фасаде и цокольный этаж. Мы сделали косметический ремонт, выполнили работу в срок. Успели ребята, молодцы, я благодарю. В начале октября мусульманский мир отметит второй, не менее важный праздник – Курбан-Байран. По словам Вологодского имама, к этому дню мечеть, скорее всего, преобразится еще больше. На здании появятся барельефы с исламской символикой и текстом из священного писания. Павел Громов, Николай Замараев. Новости Вологды. Павел Громов, Николай Замараев. Новости Вологды.